Ситуацию на поле боя, подготовку украинских бойцов и поддержку Украины сегодня в Киеве обсудили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и военное руководство Литвы, в частности главком Вальдемарас Рубшис и начальник литовского генштаба Миндауга Степанявичус. Как отметил Сырский, у Украины и Литвы есть четкий план для дальнейшего сотрудничества. Украинские силы обороны продолжают отражать вражеские атаки российских оккупантов в семи направлениях, сообщает генеральный штаб ВСУ. По его данным, на фронте произошло 60 боевых столкновений. Самая сложная ситуация на Новопавловском направлении, где украинские войска отбили 17 атак, а также на Бахмутском, там армия РФ 14 раз пыталась прорвать оборону. На Лиманском направлении ВСУ отразили 10 штурмов, на Авдеевском 14, на Купинском направлении противник один раз атаковал украинские позиции в районе населенного пункта Берестова Харьковской области. Кроме того, как сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица, подполковник Назар Волошин, на восточном направлении россияне возобновили применение химических отравляющих веществ против подразделений сил обороны Украины. Однако украинские бойцы стойко держат оборону. В настоящее время большая часть поселка контролируется силами обороны. Южная часть населенного пункта находится под огневым контролем нашей артиллерии. Принимаются исчерпывающие меры, чтобы вывести противника из южной части Очеретина и стабилизировать ситуацию в этом направлении. Кроме того, российские оккупанты совершили две безуспешные атаки на Ореховском направлении и одну на Херсонском. Как отмечают эксперты, россияне понимают, что времени у них осталось немного, поэтому пытаются достичь хотя бы минимального тактического преимущества на поле боя, даже не считаясь с потерями. Только за последний день два противника нанес только по часу в яру 13 бомбовых ударов. Такая ситуация будет продолжаться какое-то время, но опять же нужно понимать, что в ближайшем будущем ситуация будет изменяться как минимум в сторону стабилизации линии фронта, невозможности противника продвигаться. Но в дальнейшем, я не говорю, что прямо сейчас, мы имеем все тенденции и возможности говорить о возможном контрнаступлении украинских войск. На одном из участков украинско-российской границы украинские воины уничтожили российский комплекс наблюдения Муром-П. Также силами обороны Украины на Харьковском направлении был уничтожен командно-наблюдательный пункт россиян. Очень неплохо так получилось отработать во взаимодействии с нашей аэроразведкой. С нашими минометчиками и АГСниками. Все получилось как бы в комплексе, как будто такая небольшая спецоперация. Также в эфире нашего телеканала спикер военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук прокомментировал поражение украинскими военными российского корабля «Комуна» во временно оккупированном Севастополе. Напомним, что в составе российского флота это судно самое старое. Ему уже более ста лет оно было спущено на воду еще во время Первой мировой войны. И как отметил Дмитрий Плетенчук, сейчас российский флот находится в тактическом тупике. Они понимают, что атаковать фактически они не могут. В то же время покинуть акваторию не могут. Остаются в роли какой-то степени жертвы состояния сейчас. То есть выполнять задания в море не могут. Не выполняют реально. Поэтому они сейчас до сих пор и уже достаточно продолжительное время фактически находятся в поиске тактических решений, как же все-таки быть так, чтобы не потерять остатки кораблей и в то же время не покинуть акваторию Черного моря. Потому что это уже будет, конечно же, фактически капитуляцией Черноморского флота. Как сообщает Генштаб ВСУ, только за минувшие сутки силу обороны Украины ликвидировали 800 российских военных. Общее же число потерь армии РФ уже превысило 461 тысячу. Также силу обороны Украины за сутки уничтожили 5 танков, 12 бронемашин, 29 артсистем и 23 беспилотника. Продолжение следует...